Андрей Анатольевич, у нас есть традиция, которой мы честно укрались программой, которая называется «Поль чудес». Мы этого не скрываем, мы очень любим подарки. Мы очень любим подарки. Да, мы собираемся в своем музее, поэтому показывайте, что вы нам сегодня принесли в подарок. Да. А я посмотрю, что у меня есть в кармане. Ну давайте. То и подарю. Главное, чтобы это было не чест, заправки. Вот, вам повезло. У меня оказался памятный магнит лично 15-го турнира памяти Александра Майорова. Вот этот символичный магнит я дарю в память о нашем, можно сказать, одним из первых прямых эфиров со спортсменной трансляцией. Да, друзья, у нас вели прямую трансляцию, поэтому так, Петр Павлович, как директор, вручается, не потеряй. Ну и Андрей Анатольевич, поскольку каждого гостя мы проверяем склонностью к его профилю, поскольку вы спортсмен, бывших спортсменов не бывает, поэтому мы хотим, чтобы вы нам показали приемчик. Мы же вас же когда-нибудь просили показать приемчик. Показать надо приемчик, но показать его надо, естественно, не на мне, а на нем. А на мне? Вот это. Итак, Андрей Анатольевич. То есть я таки побуду боксерской грушей в этот тайм. Да, я уже рвал джинсы, теперь твоя очередь. Итак, Андрей Анатольевич. Без броска, конечно. Без броска. Итак, три, два, один. Подворот. Бросок через бедро. Отлично. Проверка пройдена, дорогие друзья. Пойдемте вписаться. Пойдемте. Пойдемте. Оркестр Глена Миллера в Сарове. Новое строительство в нашем городе, а также не сдержаны на язык российские чиновники. О чем говорит город, говорим и мы. Обсуждаем самые интересные события прошедшей недели. В эфире «Соседский Wi-Fi». С вами в студии Кирилл Васенин. И Петр Смирнов. Привет, Петя. Привет, Кирилл. Первое, что меня, наверное, ну так в приятном смысле поразило, это прибытие в Саров оркестр Гленны Миллера. Это прям круто. Да, это вообще очень крутое, на самом деле, культурное событие. И такого, я вот считаю, нужно, что каждую неделю, чтобы такие вещи происходили. Ну, знаешь, мне кажется, каждую неделю было бы не то, чтобы вот там жирновато. Нет, я не скажу это слово, хотя я уже его сказал, конечно. Мне кажется, что, ну вот раз в месяц, что такое эксклюзивное, экстравагантное, крутое приводитеров, это классно. Это классно. Вообще, я известный борец за культуру, поэтому чем больше культурных событий, тем лучше. Главное, чтобы наши зрители понимали, что сам Гленн Миллер, вот основатель своего оркестр, давно уже смотрит на нас с небес, поэтому... Фактически это оркестр... Ну, это оркестр его имени, да. И в нем музыканты периодически меняются. То есть один заболел, или ребенок у него в сад пошел, надо поснимать на видеокамеру. Он выпадает из оркестра, на его место садится другой, ну скажем, барабанщик. И оркестр продолжает гастролировать по миру. По миру, да. И говорят, что после Сарова они поехали аж сразу в Женеву. Вот мне кажется, вот я почему говорил про ЛАСКВВ. Один руководитель и три состава. Можно сразу в трех городах работать. В Арзамасе, в Сарове и в Нижнем Новгороде. Ну, например, в Нижнем Новгороде. Хотел сказать, Дивиево. Ну, Дивиево, да. Саровско-Дивиевский классирует, пожалуйста. Окучиваем сразу все. Ну, на самом деле, не все у нас, да, и, насколько я понял, не все новости прошедшей недели радужные и веселые в Сарове. Детская площадка в нашем парке. В продолжении истории мы выиграли грант 100 миллионов рублей из федерального и областного бюджета на полную реконструкцию парка. Вот сейчас, чтобы нам взять эти 100 миллионов рублей, нужно в срочном порядке представить проект, прошедший госэкспертизу. И вот на прошлой неделе определился подрядчик, кто будет делать эту проектную документацию. Выиграл конкурс московская фирма «Городские реновации». Ну, название, в принципе, хорошее. Казалось бы, да, модная схема, городские реновации. Но. Но. Фирма зарегистрирована в декабре 2017 года, то есть достаточно молодая, перспективная. Молодая, перспективная. Нужно представить три концепции, провести общественные обсуждения, а до 29 января выкатить проект с государственной экспертизой, с защитой в Министерстве строительства Российской Федерации. Надо успеть, чтобы взять 100 миллионов. Иначе они все не дадут, если не будет проекта. Городу не дадут эти 100 миллионов. То есть из-за двух человек, которые жили в Сарой и уехали в Москву, мы можем лишиться 100 миллионов рублей. Ну, будем надеяться, что у них все получится. Да, тут нам недавно показали, как у нас движутся дела. В детском садике 44, что на улице Силкина. Сейчас родители детей, которые будут отцелить в Остренюшке. Тут вроде бы как бы работы ведутся. И, так сказать, показали, как там у них все раскопано, как там разбомблено внутри. И обещают до конца, до стоп. 15 августа 2019 года детский садик вести в эксплуатацию. Ну, чуть больше года осталось. Чуть меньше года. Да, и показали одного из подрядчиков. Вот история совершенно прям аналогичная. Также в декабре 2017 года зарегистрирована фирма. Там 10 тысяч рублей вставной капитал. Один сотрудник в штате, ну, как водится, да. Выйдет работа, значит, на нашем вот объекте. Инженерная система Сарова фирма называется. Ну, я так в открытых источниках немножко поискал. Совершенно-совершенно случайное совпадение. Фирма зарегистрирована по одному адресу с обществом слепых. Когда пойдете, приглядитесь внимательно. Да, будем внимательно приглядываться. Приглядитесь, кто делал ремонт. Отменяют, понимаешь, завтраки бесплатные в школах. Фактически-то это все вот в одну струю. А все из-за чего? Потому что Министерство финансов Российской Федерации, по сути, выкрутило руки закрытым административным территориальным образованием, коим мы и являемся. В законодательном смысле имеется имеется в виду, конечно. Ну, подписав соглашение с Минфином, город обязал себя, так сказать, не финансировать такие расходы. То есть завтраков-то у нас теперь не видать детям в школах? Ну, тут смотри, какая история. По закону мы как бы и не должны их финансировать. Это полномочия областного бюджета. Это все-все-все социальные расходы. Это все полномочия областного бюджета. И мы их взяли на себя еще тогда, в середине 90-х, когда, так сказать, ситуация была не очень, так сказать, радужная, да, с точки зрения зарплат и вообще финансирования. Поэтому это был как бы шаг навстречу города за счет бюджета кормить наших детей. Сейчас ситуация поменялась, и Министерство финансов выдавает дотации городским бюджетам закрытых городов, говорит, ребята, мы вам даем дотации, но вы их, пожалуйста, тратите только на то, на что имеете право тратить. То есть вот определенный перечень полномочий. Это благоустройство, это капитальное строительство. Как же быть с теми, для кого эти завтраки, школьные завтраки, я понимаю, что многие их не ели, но для кого-то это была возможность покормить ребенка, действительно, горячая пища. Ну, бывают всякие жизненные ситуации. Ну, вот с ними-то как быть теперь? Они тоже должны найти денег. Смотри, есть так называемые социально незащищенные, да, с ними вопросов нет. Для них это так и останется, как прежде. То есть управление нашей социальной защитой, оно обо всех малообеспеченных знает, они все будут получать соответствующую помощь, ну, как раз через областной бюджет, потому что это областная организация. И с ними вопросов не стоит. А вот те, кто, так сказать, может, для них будут, по сути, организованы рыночные условия питания детей в школе, да. То есть это может и быть привлечен какой-то частной, допустим, там, частной кухней или какая-то кафе, которое у нас в городе работает. Или это тот же самый капитал школьного питания останется, но ему придется конкурировать, подтянуть качество этого своих завтраков. А нету ли опасения, что вот исходя из этой мысли, что придет частный инвестор, которому, ну, давай говорить откровенно, частный инвестор всегда приходит только для того, чтобы заработать денег. Не больше, не меньше. Естественно, значит, коммерческое предприятие. Конечно, конечно. Не появится ли в столовую, в школьных столовых, ну, грубо говоря, этих банкомаппаратов со снэками, то есть сухарики, чипсы, кока-колы и так далее. То есть на этом зарабатывают, в принципе, контракт выполнен. Или там есть ограничения документов. Ну, это уже вопрос реализации. То есть, допустим, пустит ли школа в аренду вот этот аппарат со снэками, чтобы его там поставили. Если они будут, школа будет против, директор будет против, ну, значит, его и не будет. Ну, а наши чиновники, как водится, любят, так сказать, красным словцом рассказать всю правду-матку. Жечь глаголом. Жечь глаголом. Жечь глаголом. Жечь глаголом и на камеру, под запись, значит, выдавать то, что, в принципе, нельзя говорить. Да, то, что у них на уме. То, что у них на уме, да. Приведи пример. Вот, например, Свердловская, директор департамента спорта, бывшая олимпийская чемпионка, выдала, что... Государство ничего не должно. Государство перед молодежью выступило, значит, что государство, молодежь, ничего не должно. Вас родители рожали, вот с них, собственно говоря, и спрашиваете. А сама, хочется напомнить, пока она была олимпийским спортсменом и входила в состав сборной России по художественной гимнастике, насколько я помню, в общем-то, получала-то деньги свои именно как раз от государства, которое ничего не должно. Вот так вот. И теперь, естественно, вокруг чиновницы разгорается дичайший скандал. Она уже ушла в отпуск, у нее уже... ее начали проверять на... Нашли, кстати говоря, что... Да, 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 что деньги тратились не туда, куда надо. Ну, в общем, человек испортил себе карьеру за одну секунду, сказав, не подумав, наверное, да. Но я тебе приведу еще более пример человека, который, состоя в, пожалуй, самой популярной партии в нашей стране, в которой состоит больше всего людей, вот, состоя в этой партии, человек... Сейчас я прям найду и тебе прям зачитаю. Давай-давай, я даже знаю про кого-то, про Ярославского, кажется, депутата. Да, 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 в Ярославле, дорогие друзья, чиновника, местный депутат, кстати, это камешек в ваш огород, Петр Павлович. А мой-то что? Да, а что делать? Вы депутат? А ты получай за всех, да? Да. Если зовут его, этого депутата Ярославского, Дмитрий Петровский, он на своей страничке в Фейсбуке, мне кажется, вообще его надо запретить для чиновников, заявил, что обязательно медицинское страхование необходимо отменить в стране. Отменить напрочь, потому что это чудовище на тело. Обязательно медицинское страхование, это вот этот полис ОМС, по которому мы все в поликлинику уходим, да? Да, тот самый полис, который дает нам право получать бесплатное медицинское обслуживание в муниципальных больницах. Не только муниципальных, но вообще во всех больницах. С этим полисом вас могут принять везде, в экстренном случае даже и без него могут принять, оказать экстренную помощь, если что-то произошло. Так вот, хочется отметить, что этот чиновник, естественно, видимо, осознавал, что делать, сам он врач, врач-онколог, да, врач-онколог, вот, и еще этот же человек отметился выступлением и фразой, что и пенсии-то, в общем, по возрасту тоже стоило бы отменить. Ну, типа, когда захотел, тогда и пошел. Да, хочешь в 20 лет, ну, сколько у тебя есть денег до 20 лет, успел бы работать, вот, все твои пенсии. Естественно, он сразу получил на все деньги, просто к нему сходили в комментарии на фейсбук все, все. Вообще-то, кстати, история. Депутат Ярославской, получается, что, городской думы? Ну, да, 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 ярославский муниципальный депутат от партии, значит, «Единая Россия», в фейсбуке, значит, постит сообщение об отмене полисов ОМС и пенсии по старости. В фейсбуке. Ну, наверное, есть смысл спросить у наших телезрителей, какой бы закон вы отменили? Совершенно верно. Вот, если у вас будет возможность отменить любой закон в стране, что бы вы сделали? Ира, иди спрашивай. В России очень много законов. Кого-то не устраивают, кого-то нет. Если бы была возможность отменить один какой-нибудь закон, то было бы намного проще жить. Так давайте спросим у наших саровчан, какой бы закон они отменили. Пойдемте. Вы могли отменить налог? Да, не знаю, вроде все устраивают. Вот, если бы у вас была возможность отменить один закон в России, какой бы вы отменили? Ну, с бензином у нас тоже проблема. Каждый день, нефть дешевеет, бензин дорожает, нефть дорожает, бензин дорожает. Тоже с этим сложно что-то сделать. Ну, и за квартиру постоянно цены растут. Грамотно говорит. Повышение пенсионного возраста. Почему? Ну, потому что невозможно работать до такого времени, нет рабочих мест. Вы боитесь, что мы не доживем? Может быть и доживем, но здоровье не позволят доработать. Ну, транспортный налог, да, обещали отменить, никак не отменить. То есть, как бы, повышение там пенсионного возраста, кстати, да, ну, что коснулось, как бы, большую часть страны. Пенсионная реформа. А почему? Потому что мы не доживем. Потому что государство, как бы, хочет себе в карман деньги все эти забраться, а людям не ничего. Налоги от тех, кто мало получает. Я бы отменил закон повышения цен в магазинах. На все. Тонировка, наверное. На автомобиле? Да. А еще какой-нибудь? Да, все, наверное. Вопрос об отмене одного российского закона поставил наших саровчан в тупик. Но все-таки некоторые из них справились с этой задачей. Ну, а в студии у нас появился наш гость. Это Андрей Анатольевич Иванов, руководитель клуба «Панкратион». Правильно я вас представляю? Нет, я председатель правления спортивного клуба «Панкратиона». О, председатель правления спортивного клуба «Панкратиона». Перед тем, как мы начнем Андрея Анатольевича пытать, спрашивать, задавать им всякие разные вопросы, Андрей Анатольевич, доставайте свой телефон, подключайтесь к нашему соседскому Wi-Fi. Подключайтесь, подключайтесь, подключайтесь к Wi-Fi. У меня, к сожалению, телефон, который не подключается к Wi-Fi, у меня еще такое древнее старение. Мне вот подарил мой друг на день рождения, Олег Николаевич Тактаров. Мне кажется, на телефон Олег Тактаров не может подключаться даже без Wi-Fi модуля. Да, его как эксклюзив нашел, не меняя его на более такой современный. Но, тем не менее, видите, что уже Андрей Анатольевич подключился. Ну, собственно, ничего. Андрей Анатольевич, первый вопрос. Зачем вообще проводится турнир памяти Александра Майора? В первую очередь мы отдаем дань памяти нашему погибшему товарищу, который при исполнении служебного долга погиб на Северном Кавказе. Награжден орденом мужества. Это был талантливый спортсмен Александр, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою. То есть я лично также принимал участие в его подготовке. Тогда еще был помоложе. Поэтому Саша был ударник, а я, Сергей Самсонов, ставили ему борьбу. Ну, а Виталий Карлович руководил этим процессом как тренер. Поэтому, как спортсмен, он рос на моих глазах. Но вот в этом мероприятии, в этом чемпионате, чего больше? Это уже просто традиция? Или такой, грубо говоря, какой-то есть патриотический, воспитательный момент? Что в этом больше? Для чего его проводить-то? Память, память, это хорошо, но зачем она нужна? Память, это одно, да. Второе, это, естественно, патриотическое воспитание нашей молодежи. То есть это идет, во-первых, пропаганда единоборств. То есть в рукопашном бою занимаются настоящие мужчины. Те люди, которые очень много в правоохранительных органах, в армии. С этим мужчинам, мне кажется, любой женщине будет не страшно на улице, потому что он может постоять за себя, за свою семью. Насчет спортивной составляющей. Ведь это же спорт, получается. То есть он как официальная спортивная организация. И вот вопрос. У нас в Приволжском округе какая школа у нас, условно говоря, сейчас сильнее? То есть вот этот чемпионат, он как-то показал уровень подготовки, мастерства спортсменов? Где самые крутые борцы, бойцы? Бойцы? Ну, Нижегородская область вообще славится своими бойцами. Чуть ли не как в Дагестане. Да и даже город Саров знаем, да, наших. И Олега Токтарова, Максима Тарасова, и Виктора Милешкина. Все известны, которые всему миру доказали уровень наших бойцов. А вообще в Нижегородской области очень хорошо, в Академии самбо, там боевой самбо. Это город Кстово. Развивается город Кстово, да. Ну, сильные школы, естественно, в Нижнем Новгороде по рукопашному бою. В Икса, безусловно, там и самбо, и рукопашный бой. У нас в этом году-то наши саровские спортсмены себя показали. То есть, какие результаты-то уже? Потому что я итоговый протокол, к сожалению, не видел. Да, что у нас с медалями вопрос? Значит, саровчане были представлены, две команды были представлены в городе Саров. Это ВЧ-32-74, дивизия, да. И Федерация рукопашного боя в городе Саров. То есть, у нас чемпионом стал Болоткин Антон, весовой категории до 85 килограмм. Он уже неоднократный чемпион каждый год, мастер спорта, прекрасный боец. И здесь подвиг сделал Евгений Конков. В 35 лет, хотя у него уже ветеранский возраст, он заявился до 65 килограмм. Даже не в своей весовой категории. В его весовой категории 60 килограмм. Он недовесок был 3 килограмма, заявился до 65 килограмм. И занял второе место. Он вошел в финал, но вошел в финал с серьезной травмой. Куда должен двигаться этот чемпионат? Чтобы, ну, грубо говоря, там... И все больше и больше людей... Куда он должен двигаться дальше? Российским становиться, может быть, не знаю. Нет. Мы думали над российским уровнем, но, наверное, он потеряет свою значимость. То есть, российских турниров слишком много, чтобы... Здесь, здесь именно... Вот сюда приезжают кто? Команды из... Также с различных управлений, например, с правоохранительных органов. Это же не спортсмены профессиональные. Они только приезжают ради того, чтобы отдать дань памяти. И если приезжают профессиональные спортсмены из Кстова, например, которые являются членами сборных, у которых по 2-3 тренировки в день, и, естественно, когда они с ребятами... То есть, это уровень несравнимый вообще. Да. И ребята действительно делают подвиги, когда бьются с профессиональными спортсменами. Поэтому, если мы поднимем статус, это соревнование для всероссийского, ну, естественно, тут приедут одни мастера, и тогда... Как-то потеряется соль этого мероприятия. Да, вот эта значимость. То есть, пока оно любительское, нужно говорить простым языком, пока оно любительское, в нем есть определенный шарм, определенный свой какой-то изюм какой-то космос. Совершенно верно. Он станет профессиональным, за это начать платить деньги. Правильно же, я понимаю? Да. Все сразу приедут зарабатывать на этом. Ну, деньги, это любительский, в любом случае, это любительский вид спорта, это же не панкратион, там, не... Ну, вот то, что касательно нашего клуба панкратион, вот сейчас... Есть какая-нибудь звездочка, которая растится? Можно даже, без понятия, есть кого-нибудь, кто может стрельнуть так же высоко, подняться? Ну, не будем, да, загадывать. Но я хочу, как бы, отметить, что спортивный клуб панкратион не только рукопашный бой развивает, а самбо, дзюдо, боевое самбо. И, ну, ММА, если действительно появляется человек талантливый и желание таким чемпионом стать, да, тогда Виталий Кавлович, он подходит к Виталию Кавловичу, говорит, Виталий Кавлович, я хочу стать чемпионом мира. Виталий Кавлович оценивает его и говорит, да, давай вперед, все от тебя зависит, но я тебя буду тренировать, вот, как, говорит, как положено. Андрей Тавлович, я думаю, есть смысл сейчас пригласить, ну, зрителей, вот, в общий план? Да. Вот, в ту камеру. Записаться? Да, скажите, что, типа, мы подрежем. На Дюж и Кар, где у нас зал борьбы расположен, приглашаем всех желающих заниматься самбо, дзюдо, рукопашным боем, воевым самбо. Приходите в наши секции, привозите детей, и они будут достойными мужчинами, которые готовы будут к службе в армии и в дальнейшей уже жизни. Ваша, ну, грубо говоря, вы все равно человек, который разбирается в единоборствах. И у меня есть вопрос по поводу вот этого, пожалуй, наверное, самого, 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 самого скандального боя за последние, наверное, 10 лет, когда Конор Макгрегор вместе с Хабибом дрались, и то, что произошло после него. Вот объясните мне как человеку, я повторюсь, я латентный спортсмен, судя по мне, ну, вы все понимаете. Эксперты, что пошло же не так? Почему не смогли профессиональные спортсмены, которым платятся деньги, которые точно знают, что их травят и дразнят? Почему они не сдержались? Почему началась свалка в конце? Я буду судить по информации, которую передал мне мой тренер, мой товарищ Олег Токтаров. Он был там в бою? Нет, Хабиб после боя пригласил их к себе в Дагестан. И Виталий Карлович и Олег ездили к нему по приглашению, вот, общались, задавали вопросы, ну, и в том числе, почему это произошло. Ну, во-первых, Макгрегор, он изначально провоцировал эту ситуацию, изначально был заряжен на конфликт, сделал себя непотребно. Это его пиар-компания. Ну, то есть, он отрабатывал контрактные деньги. Совершенно верно. Вот. А когда идет оскорбление твоей чести, твоего народа, твоей семьи, твоей страны, ну, да, человек не сдержался. И он признал, что он виноват в этом, да. Но, это было, действительно, это было не пиар-ход со стороны Хабиба, а это было, ну, вот, чисто, он принял вызов. Он принял вызов, вот, людей, которые оскорбляли. Ну, это, естественно, со стороны Макгрегора из его команды. Вообще, что, бой, страсти кипят, ты победил, но адреналин-то, он же еще кипит. Даже на нашем чемпионате, который прошел, вроде бы, турнир памяти, да, то есть, ну, условно говоря, не корову разыгрывают, а тем не менее, все равно были страсти, кто-то не соглашался с судьями, там, и борцы-то друг-друг, даже руки порой не пожимали, ну, то есть, мне такое замечало. Это вообще неспортивно, Андрей Анатольевич, на татаме ты, у тебя есть соперник, у тебя есть противник, как только звучит свисток, у тебя нет противника, ради чего вот эту вот эмоцию, негативную, выплескивать. Ну вот, если только действительно ответить за оскорбление? да каким бы ни было, они же профессиональные спортсмены, я вот этого не понимаю. Профессиональный спортсмен, веди себя, соответственно, статусу. Но, с другой стороны, победа, и ты уже всем доказал, что ты чемпион. Я же, я, когда у нас были результаты, да, по Панкратиону, я же, я также ездил и с Максимом Тарасовым, с Виктором Елешкиным, вы знаете, там провоцировали, не меньше. Так, зачем это надо? После боя, там сколько раз, и Максима звали повторить, там вызов делали, и тоже там бросались с кулаками, и на Виктора сколько бросались с кулаками. Там просто, Виктор говорил, хочешь встретиться, пожалуйста, в ринге, я готов, я принимаю твой вызов, и в ринге, мы всегда с тобой встретимся. Так же и Максим Тарасов. И Максим доказывал так же. Он, человек, один раз выходил, ну, где они отставили, так же титул, три раза Максима приглашал. В ринге. Не соглашался. И Максим три раза на различных соревнованиях встречался с ним и три раза побеждал. И после третьего раза человек уже понял, что Максим сильнее, и... Одного раза мало. Значит, три раза повторить бой Макгрегора с Хабибом. Единая Россия подготовила законопроект о кибердружинах, который вместе с правоохранительными органами будут искать в интернете запрещенную информацию. Мосэнерго и Росводоканал рассматривают возможность привлечения коллекторских агентств к взысканию долгов с граждан ПЖКХ, которые, по данным Минстроя, в сентябре 2018 года составили 535 миллиардов рублей. В начале ноября на канале Мэш появилась новость о студентке из Майкопа, которая потратила крупную сумму ради спасения уличного котенка. Животные отказывались брать в местный приют из-за накопившихся долгов перед ветеринарной клиникой. Без лишних слов девушка заплатила медицинской организации 340 тысяч рублей, которые она долгое время откладывала на покупку машины. Несмотря на то, что героиня пожелала остаться неизвестной, ее быстро нашли. И с тех пор каждый день ей поступают сотни просьб о финансовой помощи. А Леонид Ермольник, на минуточку глава попечительского совета благотворительного фонда помощи животным, дарящий надежду, обвинил девушку в самопиаре. Промежуточные выборы в США освещали во всех новостных телеграм-каналах. Республиканец Денис Хофф, известный шоумейн и владелец заведения для взрослых, с большим отрывом победил свою конкурентку и прошел в законодательную ассамблею Невады. Все бы ничего, вот только Хофф был найден мертвым еще 16 октября, о чем было указано в бюллетене. И тем не менее, за него проголосовали 68% избирателей. Теперь, в соответствии с законом, его место в ассамблее будет объявлено вакантным и власти дадут старт новой избирательной кампании. Небольшой праздник, чтобы зрители наши узнали вас, ну, если они вас знают как спортсмена, как организатор спортивных мероприятий, сегодня они должны вас узнать как человека. Игра называется «Третьего не дано». Я вам буду давать два каких-то определения, два понятия. Вам надо выбрать что-то одно из этих двух. Они очень, порой бывают, пространственные, бывают такие с легкой провокацией, но тем не менее, вам надо выбрать что-то одно. А зрители пускай принимают. Отвечать надо быстро. Да, самое главное условие максимально быстрый ответ. Готовы? Ну, поехали. Простуда или похмелье? Простуда. Орбит или Дерол? Орбит. Чай или кофе? Чай. Отлично. Шайба или мяч? Мяч. Женщина или мужчина? Женщина. Сын или дочь? Дочь. Кроссовки или кеды? Кроссовки. Египет или Крым? Крым. Банан или банан мини? Банан. Сухарики или чипсы? Чипс. Брэнди или коньяк? Коньяк. Агутин или варун? Агутин. Плейстейшн или иксбокс? Иксбокс. Обогнать слева или справа? Справа. Как справа? Позвольте. Подворили, Данин. Ну, смотря где. Справа это удар справа. Понимаешь? Поставленный. Поставленный. Ну, не на машине. На машине слева. А так справа. Так, поехали дальше. Взятка или 50 тысяч штраф? 50 тысяч штраф. Маленький котенок или старая бабулька? Кого первого спасать? Старой бабульки. Котят еще. Симпсон или футурама? Симпсон. Шашлык или барбекю? Барбекю. Водка или спирт? Барбекю. Водка. Водка? Обманывать или быть обманутым? Быть обманутым лучше. Все, это был последний вопрос. Делаем традиционную фотку. Да, надо сделать обязательно селфи. Сейчас на мой классный новый телефон бахаем фотку. Улыбаемся и машем, друзья. Друзья, ну на этом все. Это с вами был соседский Wi-Fi. Встретимся с вами на следующей неделе. И всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.